Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. Сегодня мы вместе с вами будем тестировать косметику с Алиэкспресс. Поговорим сегодня о праймерах, что это такое, для чего его используют и действительно ли он продлевает стойкость тональной основы. Также покажу вам два новеньких, просто очаровательных хайлайтера. И праймеры, и хайлайтер у меня от фирмы Color Salon. Если помните, я недавно делала тестирование их матовых теней. Тени были довольно приличного качества. Сейчас проверим, умеют ли они делать праймеры и хайлайтеры. Ну что, приступаем к тестированию праймера. Он у меня в лавандовом цвете, это, кстати, оттенок 02, там есть такой же еще и зеленый. Значит, лавандовый цвет у нас больше как цветокоррект. Он у нас позволяет убирать чрезмерную желтизну кожи, а также хорошо перекрывает синячки. Если брать зеленый праймер, он у нас рассчитан на устранение красноты или точечной маскировки, например, прыщика. Он тоже у нас с красным пигментом идет. Буду наносить и вам параллельно рассказывать вообще для чего используются праймеры. Например, макияж американки трудно представить без праймеров, потому что он помогает наносить ровнее тональную основу и в то же время хорошо увлажняет кожу. Конкретно этот праймер у меня очень жидкий, он сразу же стекает вот такой вот капелькой, ничем не пахнет. Я предлагаю для чистоты эксперимента наносить его только на одну половинку лица, на вторую мы ничего специально наносить не будем. Пускай это вот голая кожа, просто останавливая основа. Возвращаемся к праймерам. В основном они на силиконовой основе, то есть они с собой заполняют все неровности кожи, в том числе поры. И благодаря этому любая тональная основа будет просто прекрасно скользить по коже. Что касается именно этой, я не чувствую, что она силиконовая, она очень быстро впиталась, но после себя оставила довольно видимый фиолетовый пигмент. Я наношу на красные области, в том числе поактивнее. Посмотрим, насколько он у нас помогает справиться с цветокоррекцией кожи, с выравниванием цвета лица. Также не боюсь, наношу под глаза, потому что по текстуре он похож даже не на крем, а на какой-то флюид. Уж очень он легенький, хорошо впитывается, такое довольно приятное средство, но невооруженным глазом видно, насколько он высветляет тон кожи. Я честно очень скептически отношусь к любым праймерам. Мне кажется, это очередной маркетинговый развод, но опять же, так как это мой первый праймер в жизни, мне будет интересно испытать его на стойкость. То есть, бытует мнение, что любой праймер помогает не только красиво нанести тон, но и значительно продлить стойкость любого тона. Как по мне, этот праймер немножко со светоотражающими частичками. Это делается для легкого подсвечивания кожи, придания ей такого свежего вида. Как видите, она здесь немножко бликует на скулах. Не всегда нужно наносить праймер на все лицо. Иногда достаточно только Т-зоны, например, для того, чтобы контролировать выработку кожного сала. Ну что, я думаю, праймера здесь достаточно. Он впитался отлично за одну секунду, то есть даже ждать не пришлось. Ну что, пока на вид эти две половинки практически одинаковые. В качестве тональной основы я буду использовать два вот таких подпродукта. Это Stay All Day от Essence и Much Perfection от Rimmel. Один более темный и кроющий, второй более светлый и легкий. Ну честно, по ощущениям ничего там супер особенного я не замечаю. Единственное, вот кожа похожа, как будто вы только что нанесли какую-то увлажняющую сыворотку. И действительно, тон за счет этого немножко лучше скользит. Ну прям идеального нанесения я пока не замечаю. Но опять же, все познается в сравнении. Сейчас посмотрим, что у нас будет со второй половиной. Пока тон ложится ровно, без кусочков, не подчеркнуты вообще шелушения. А у меня это распространенная тема. Под глазками у меня цветокоррекции недостаточно. Опять же, у меня проявляются синяки даже через праймер. Я понимаю, что с этим помогает бороться только здоровый сон. Но тем не менее, хочется верить, что косметика нам сегодня поможет это как-то скрыть. Ну что, готово. Теперь вторая половина, которая у нас совсем голенькая, нетронутая, девственная. По ощущениям нанесений, честно, одно и то же, я не вижу разницы. Кстати, производитель пишет на упаковке, что этот праймер можно использовать как базу под тени. Это, кстати, очень универсально и удобно. Тем более, в такой маленькой баночке его удобно с собой брать. Итак, мои первые впечатления. Сторона, которая с праймером, у меня немножко светлее и более активно блестит. Здесь кожа выглядит более матовой. Обе стороны не липкие. Я предлагаю немножко припудрить Т-зону, потому что я всегда так делаю. И мне кажется, на камере это будет выглядеть намного лучше. Я использую пудру от Rimmel Stay Matte. Большой кисточкой кабуки. Ну что, наконец-то переходим к хайлайтерам. Будем мы сегодня тестировать все два оттенка. Давайте начнем с вот такого вот холодного розового. Это у меня оттенок 02. Наберу его на такую пушистую кисть. И давайте нанесем его под бровь. Ой, красивое. Это свечение прям такое, как будто жемчужное. Отливает серебром. Я лично люблю такие хайлайтеры, которые холодные. Наношу его во внутренний уголочек глаза. Видите, как сразу подсвечена стала. Ух, красота. Обожаю хайлайтеры. О, красавец какой. Удовольствие просто ненаверное сейчас получаю. Он такой не кричащий. Можно не бояться наносить, дотрагиваться кистью кожи. Здесь абсолютно нет блесток. Это определенно сатиновый блеск. Давайте нанесем на галочку над верхней губой. Вариант точно не для загорелой кожи. Но в общем и целом это очень красиво. Можно использовать его как тени. Я, например, сейчас не выдержу, нанесу на подвижное веко. Ой, класс. У меня прям макияж оживился. Второй цвет это цвет шампанского. Он уже в теплых таких тонах и будет отдавать мне золото. Его прям очень сильно хочу нанести на скулы. Хотя, видите, праймер мне дает легенький блеск. О, нифига себе. Это много. Ну, красивое свечение. Я обычно себе покупаю хайлайты с более выраженными такими светоотражающими частицами. О, красота. Просто класс. Я прям в диком восторге. Я не ожидала. Я думала, китайцы сделают что-то с крупными блестками. А у них получилась прям такая откровенная нежнятина. Как будто я вот только что вышла с сауны. Эффект такой мокрой, увлажненной кожи. Ну, прям действительно сияет изнутри. Просто во второй я определенно влюбилась. Кожа выглядит немножко такой пластиковой. Надеюсь, камера передаст, насколько это красиво. Так, надо, короче, еще повторить здесь. Это мой цвет определенно. Кончик носа, подбородок. Ой, класс. Просто я вся уже сияю. Довольная. Хочу еще добавить в этот макияж немножко румян. Уж очень мне бледная. Да и коррекцию я не делала. Коррекцию не хочу. Хочу румян. Мне прям захотелось что-то сделать в видео по стробингу. Но это уже в следующий раз. Красота. Просто. С макияжем мы закончили. Я побежала по своим делам. Заодно проверим, как будет держаться моя тональная основа, хайлайтеры, румяна и так далее. Короче, вернусь к вам через пару часов. Ну что, прошло уже часов 6 с момента нанесения праймера. Я чуть не забыла, что я что-то снимала. Уже переоделась в домашнее. Но в последний момент вспомнила, что что-то я не закончила. Ну что, на носу тональной основы почти нет. На той стороне, где был праймер, я все еще вижу румяна. Здесь их нет. Только хайлайт. В принципе, здесь хайлайт у нас сохранился. Как видите, кожа везде одинаково блестит. То есть, футу я наносила только в момент съемки. Больше не подправляла. В общем-то, я, честно, не вижу большой разницы. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, если заметили разницу между половинками лица. Мне будет интересно почитать ваше мнение со стороны. Как я и ожидала, праймер особо не показал результатов. То есть, там нет прям вау-эффекта. Там нет цветокоррекции такой выраженной. По сути, такое легенькое увлажняющее средство. Что касается хайлайтеров. Я просто в них влюблена. Особенно вот этот вот шампанский. Мне кажется, это вот то, что нужно для лета. Идеальный просто цвет. Красиво, очень свежо смотрится на коже. Действительно, не видно, что это хайлайтер. Как будто бы немножко вспотели. Даже вот сейчас посмотрите на эти скулы. Ну просто. Я ничего говорить больше не буду. Подумайте, что там проплаченная реклама. На самом деле нет. Я просто это все тестирую. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, не забывайте поставить пальчик вверх. Внизу мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока. Спокойной ночи.